Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса в том, что... Вопрос задаёт Наталья. Суть вопроса в том, что муж не получил аванс на работе. Потому что там случилась какая-то накладка, недостаточно продуктов и аванс муж не получит. А зарплата будет только в двадцатых числах. Из-за этого дома разгорелся скандал, но не между Натальей и её мужем, а между Натальей, её мужем и мамой. С которой, как я понял, они живут вместе. Ну и с её папой тоже. Мама говорила о том, что муж Натальи не работает, не приносит денег, что много денег уходит на еду, на кофе и чай, что живут они только на пенсию, соответственно, мамы и папы. То есть да, вот. И, в общем-то, произошла ссора. Наталья говорит о том, что болеет, болеет эпилепсией, и говорит о том, что нервничать ей вот как-то нельзя. И она говорит, как и что делать. Вот то ли переезжать к мужу домой, то ли искать квартиру. Вот. Надеется, что мама успокоится, муж успокоится, потому что он назвал её неприличными словами. Какой выход из этой ситуации? Как поступить? Спрашивает Наталья. Вы, в первую очередь, определитесь, пожалуйста, к кому вы обращаетесь, ну вот, конкретно, да? К кому вы обращаетесь, то есть либо к психологам, либо к эзотерикам, потому что что-то вы говорили про третий класс, и, соответственно, не совсем в данном случае понятно. А помощь кого конкретно вам нужна? То ли психолога, то ли эзотерика, но суть заключается в том, что у вас с вашим мужем не произошла, что называется, психоэмоциональная сепарация от ваших родителей. А вы говорите, что придётся переезжать к мужу. Если муж живёт один, то вообще-то это совершенно нормально. что люди, которые образовали семью, живут отдельно от своих родителей. Потому что у родителей свои правила, а у вас, соответственно, свои. И если вам по состоянию здоровья не обязательно жить с мамой, ну, я не знаю, как у вас протекают ваши болезни, то лучше всего жить отдельно. Вот это системная проблема, связанная с тем, что две семьи, двум семьям достаточно сложно уживаться вместе. Это нормально. Но то, что вы вот не отделились от своей, ну, как бы, своей семьёй от семьи родителей, в первую очередь психоэмоционально, да, психологически вы не отделились, это очень сильно бросается в глаза. Вот, поэтому, соответственно, стоит для начала вести речь про личную границу, да, то есть поработать с личными границами для того, чтобы чётко достаточно отграничивать себя от, ну, от ваших родителей, да. Вот, а и вам, соответственно, нужно увидеть по возможности, что вы, чересчур, как мне показалось, зависимы от своей мамы. Вот, вы очень сильно зависны от, от, от своей мамы. Вам бы с этой зависимостью поработать бы так же. То есть так же поработать с зависимостью от мамы, с уверенностью, с самооценкой. Вот, возможно подумать о том, чтобы работать самой, дабы помогать, вашему, вашему мужу на случай, ну, вот на такой случай непредвиденных, который хоть и неприятен, но случается, никто от этого не застрахован. Вот. То есть это нормально. Ага, ещё вы говорили про дом. Вот вы пишите, да, что ремонт дома на сезон соседнего города. Ага, у кого у нас, да, то есть вот уже непонятно, у кого у нас, у вас с мамой и папой, или у вас с мужем, да. То есть вот обратите, пожалуйста, свое внимание, внимание на то, что, когда вы говорите мы, когда вы говорите у нас, вот, а вы, к сожалению, размываете границы, ну, между собой и другими людьми. А если вы болеете, то вам нужно лечение, в том числе психотерапевтическое. Ну, то есть не только медикаментозное, но и психотерапеванное, психотерапеванное тоже. Судя по тому, что вы описываете, да, ну, вот, как-то я не увидел, что вы, ну, что вы занимаетесь психотерапией. Вот, поэтому если не занимаетесь, то самое время начать. Вот, то есть, ну, в каком смысле, в каком смысле? В первую очередь, в том смысле, что поработать над своей реализацией, собственно, вот, ну, как бы, чтобы вы сами, вот, определились, да, вот, кто вы, а, ну, позитивно, вот, куда вы движетесь, а, в целом, куда вы направляетесь, чего вы хотите сами. Потому что, ну, опять же, мне показалось, что такого какого-то ориентира, да, у вас нет. Вот, ну, именно на, ну, на свою собственную, как бы, жизнь, вот. Вот, если это действительно так, вот, то необходимо, конечно, с этим работать. Вот, необходимо с этим работать и необходимо в этом направлении двигаться. Вот, потому что, ну, вот, самостоятельно вы, скорее всего, это не решите. Вот, ну, именно с того, что, вот, ваша мама, да, да, вам, вот, ну, просто не позволит этого сделать на вас. Вот, вот, конечно, в интернете. Вот, это, собственно, и, вот, кто-то, мы будем делать, и, вот, мыем это, 있고요, условно? Вот, давайте. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы учиться, как двигаться по жизни своей самостоятельно, чтобы не зависеть от других людей, как это происходит сейчас у вас, на мой взгляд. Поднимайте, да, какая штука и соответственно чем быстрее вы будете отделены от своей мамы, чем быстрее вы будете самостоятельно по своей жизни нести, тем легче вам будет в целом по жизни двигаться. Вот. Понимаете, да? Сейчас просто такой возможности у вас как будто бы нет. Вот. И я могу понять, почему у вас этого нет. Вот. Ну, как бы да, довольно легко могу этот аспект как-то вот выявить. Ваше положение, как бы, ну, понять. Ну, тем не менее, как бы, суть в том, что вот от того, что, например, я как-то вот вас пойму, да, вот, ничего особо не изменится. Вот. Вот. Поэтому я в данном случае могу вот только надеяться на то, что вы, ну, сделаете для себя какие-то выводы. Вот. Вот. И все-таки решите вот в своей жизни что-то менять. Вот. Потому что других, других вот способов что-то сделать, в данном случае. Как бы это вот грустно не случало, в данном случае. Да, это, конечно же, риск, вот, естественный риск. Ну, естественно, что вот сам, сам, ну, самой, самой вам будет, наверное, вот, как-то тяжело и непривычно делать это. Вот. Ну, как бы, да, да, особенно если вот вы привыкли к тому, что мама вам, ну, помогает, да, если вы привыкли к тому, что, ну, что вы получаете какую-то поддержку от мамы. Вот. И так далее. То есть, как бы, в этом смысле я прекрасно понимаю вас. Вот. Но тем не менее. Тем не менее, вот, как-то вот единственный вот способ вам, помочь, да, единственный способ вам помочь, это вот как раз, сэм, 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 сэпарировать вас тут, эм, нахер, да, вот и, чтобы вы, чтобы вы, чтобы вы зажили, собственно, в свое жизни. Вот, это достаточно важный момент, ну, как бы, вот, такой достаточно, достаточно, ну, важный аспект здесь, в данном случае. Вот, вот, в принципе, наверное, то, что хотел вам пока что сказать, с точки зрения психологии, да, вот, при этом, вот, обратите, пожалуйста, внимание, да, ну, то есть не то, чтобы вы сами, как будто бы, ну, не знаете, как мы обращались. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вы помогли. Буду благодарен за обратную связь, пусть мы ему ответят, и позволят вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok